Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет 12-13 стихи Павел пишет Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны Не только в присутствии мое, но гораздо более ныне во время отсутствия моего Все хорошо, да? Со страхом и трепетом совершайте свое спасение Это как? Спасайся кто может, спасайте себя сами Вообще-то это осужденная ересь пелагианская, между прочим У нее есть свое название То есть человек сам себя спасает добрыми делами, аскезой и прочими всякими вещами Бог — это такой, знаете, автомат по продаже благодати Ты подошел, кинул монетку Ну, вот эти самые добрые дела, милосердие, посты, молитвы, аскезы А и тебе автомат выдает спасение Как он выдает там бутылку с водой газированной Или пакетик чипсов, да? Ну, вообще-то вот в таком виде это, конечно, ересь Это низведение Бога до торговца До вот некоторого такого механизма Из которого можно получить желаемое путем определенных манипуляций В физических религиях очень распространенный взгляд на своих богов Да, но на этом не заканчивается Совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению Опять ересь У вас нет свободы воли Вы марионетки в руках Бога Вы чего-то захотели, это Бог решил, что вы должны этого захотеть И тогда на вас не может лежать никакая ответственность Но кукла, которую надевают на руку, перчатка такая, да? И она там что-то говорит, делает Ну, как можно спрашивать с куклы? Кукловод отвечает, да? Так, и между прочим, это две противоположные ереси Одна говорит, все зависит от человека Он своими силами себя спасает Другая говорит, ничего не зависит от человека Только Бог производит в нем и желания, и действия Они, чтобы взаимоуничтожаются? Если мы любим выискивать ереси, мы их тут найдем Но мы их везде найдем, если мы любим их выискивать Смотрите, вообще послание к филиппийцам, я очень его люблю Мне кажется, это одно из самых лучших посланий Ярких, интересных, поэтичных Ну, может быть, связано с тем, что в филиппах жили люди Которых Павел хорошо понимал, они хорошо понимали его Им не надо было выяснять отношения Павел их не поругивает, как он очень многих поругивает В своих посланиях А вот здесь можно прям всерьез с людьми поговорить об очень важном Когда мы говорим об очень важном и всерьез Мы неизбежно подыскиваем слова Нам трудно, потому что это не то, что вот отторобанить известное Да, вот иногда Павел, мне кажется, немножечко так С Каринфинами, например, ну, как с детьми в школе Уже так уставшим немножко голосом И все объясняет, объясняет, дважды два четыре В Волгу впадает в Каспийское море Да поймите вы, это же вот важно понять Запомните вы, наконец А с филиппийцами он садится и говорит Вот как бы вам это, вот так Нет, нет, вот точнее так сказать Ну, тоже не точно, да Вот по-взрослому Такой разговор, в котором рождается эта самая догматика Мне кажется, это очень красиво Вот иногда мы представляем себе Новый Завет Ну, вообще Библию Да иногда и другие книги традиционные Как нечто упавшее с неба Вот человек, Павел в данном случае Сидел, сидел, ему бабах откровение Он сел, написал, да Понес, переписали, существует Но ведь это поиск, ведь это диалог Ведь это какой-то иногда мучительный Но всегда радостный разговор с Богом Об очень важных вещах И здесь он делится с филиппийцами Вот этим своим разговором И он хочет найти ответ на вопрос Так что зависит от человека И при чем здесь воля Бога И он, причем не просто так абстрактно богословствует Сидя на санцепеке в жаркий летний день Думая о великих вещах Он, в общем-то, им должен дать какое-то наставление Он ему говорит, смотрите Давайте вы сами сделайте все, что необходимо Потому что, ну, от этого же ваше спасение зависит Это же не просто так, игрушки С другой стороны, он тут же спохватывается и говорит Нет, ну, вы же понимаете, что все не от вас Что даже ваше благое желание Оно тоже от Бога в конечном итоге То, что вам удается что-то сделать Это тоже действие Бога в вас А не просто ваши собственные подвиги Ильи Муромца или там Геракла И он еще не нашел той формулировки, которая потом будет найдена Или не будет Люди до сих пор спорят Сколько богословских споров вот об этом самом спасении Где там воля человека, где там воля Божия Как они содействуют Как может ли утратить это все человек и так далее Бесконечное количество споров Может быть потому, что Ну, нет у нас вот прямого доступа К божественной реальности Мы гадательно, как сквозь тусклое стекло И у Павла на самом деле не было Но только он в этом, мне кажется, не боялся признаться Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому